Девушки отдыхают Если вы что-то пропустили, все наши видеозаписи есть в группе ВКонтакте. Адрес сейчас на экране. А пока передаю слово моим замечательным коллегам. Посмеемся, ужаснемся и даже поплачем. В кинотеатрах появились фильмы на любой вкус и цвет. Итак, что посмотреть, расскажем через пару минут. Карла Маркса есть, Ленина есть. Улиц каким названием нам еще не хватает. Мнение о гаражам буквально через пару минут. Протащил несколько метров перед собой. Об аварии в центре города с участием большегрузного транспорта расскажем в проекте Дорожные войны в Красноярске. Еще две недели в пробках. Ремонтные работы на 60 лет октября не закончили в срок. Открыть движение от переулка Водометный до улицы Матросова должны были накануне. Однако рабочие не успели доделать канализацию и попросили сдвинуть сроки до 14 октября. Так что, друзья, запасаемся, как всегда, терпением и стараемся объехать этот трудный участок. Напомню, что общественный транспорт обруливает его по улице Свердловской. И не отходя от темы дорожной, врезался в легковушку, а потом еще несколько метров тащил ее впереди себя. Об этом и не только в проекте Дорожные войны из Красноярска. Ничему не учат автолюбители многочисленные видеоролики в интернете с участием большегрузного транспорта. Водители грузовиков не всегда видят в зеркала двигающиеся рядом легковые автомобили из-за обширной мертвой зоны. И даже если виновным в ДТП признают водителя КамАЗа, который по факту должен был уступить, понимание того, что управлять такой громоздкой махиной с ограниченной видимостью по бокам нелегко, должно быть у каждого автолюбителя. Это видео нам прислал телезритель Роман Творкунас. Действие происходит на улице Симафорной. Там столкнулись грузовой КРАЗ и маршрутка. Водитель автобуса остановился, чтобы высадить пассажиров. В это самое время в него и влетел грузовик. Рулевой КРАЗа пытался тормозить. Да только многотонный грузовик непослушно проскользил несколько метров на заблокированных колесах. И остановился только после того, как вытолкнул общественный транспорт на обочину. Сидя за рулем, попытайтесь откинуть прочь посторонние мысли. Научитесь сосредотачиваться исключительно на дороге. Задумавшись на пару секунд, можно очутиться на встречной полосе. В лучшем случае придется выслушивать нелестные отзывы о себе от того, кто попадется в этот момент на пути. В нашем городе появилась новая улица. Находится она в районе 9 мая и авиаторов. На интернет-карты ее еще не нанесли, а вот название уже дали имени Петра Ломака. 60 лет назад он работал председателем Красноярского совета народного хозяйства. А мы решили поинтересоваться у красноярцев, улицы с каким названием еще не хватает. Улицы с каким названием не хватает в нашем городе? Я думаю, в нашем городе не хватает улицы Пимашкова, улицы ЦК ВЛКСМ. Какая-нибудь шоколадная, что ли, где много магазинов, какая-нибудь зеленая улица, где много деревьев. Имени Сталина. Например, девушка нам сказала улица шоколадная. Улица мармеладная, значит. Еще, например? Не знаю, зефирная, радостная. Замечательная, прекрасная. Улица красивая, милая, счастливая, довольная. А вы сколько раз подтягиваетесь на перекладине? Берите пример с крутых спортсменов. В это воскресенье в Татышев парке как раз будут выбирать сильнейшего. Показать свою силу приедут 140 человек. Кстати, в этом году участвовать в состязании можно и семейным парам. То есть мама с дочкой или отец с сыном. Призы будут разные. Медали, грамоты, сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и еще многое другое обещают организаторы. Ну а самый сильный участник получит самый большой и, наверное, самый тяжелый кубок. А на кого похож ты? Наша программа объявляет конкурс двойников. Правила, как всегда, просты. Пришлите нам ваши фото в образе известного актера, певца или персонажа кинофильма. Не забудьте приложить фото оригинала, чтобы мы могли сравнить, а похожи ли вы на самом деле. Победители определит интернет-голосование, поэтому, друзья, все честно. Призы и подарки самые разнообразные. От сертификатов на фотосессию до уроков в фотошколе. Картинки загружайте, извиняюсь, в нашу группу во Вконтакте. Кто куда, а они в кино. Мои коллеги Ирина Ганюхова и Антон Дубицкий сегодня побывали в кинотеатрах. Дабы узнать, какими кинолентами нас порадуют прокатчики. Давайте смотреть и выбирать, на что сходить. Виктория, история любви. Мелодрама, что ли? Ну чего так категорично-то? Между прочим, эта картина больше по душе придется девушкам, которые любят поплакать при просмотре фильмов. Представляешь, двое молодых людей с детства любят друг друга, но вот быть вместе они не могут. Почему? Да потому что она дочь помещика, а он всего лишь сын Мельника. А я предлагаю посмотреть триллер «Оставленные». Представляешь, люди летят в самолете, и несколько человек просто бесследно исчезают прямо во время полета. А я, кстати, смотрела трейлер, и люди исчезают не только из самолета, а вообще по всему миру. В общем, мистика какая-то. Смотрим. Я слышала, как доктор сказал, что они просто исчезли. И так по всему миру. И так уж вышло, что людей ищут не только в картине «Оставленные». В фильме исчезнувшая главный герой потерял свою жену. Ответник, у вас был счастливый брак. Хочешь знать, убил ли я жену? Мужчина моей мечты. Он может убить меня. Затрагивается и психология семейных отношений, и умение манипулировать общественным мнением. А вообще, интересный факт, что Бен Африк даже приостановил работу над собственным фильмом для того, чтобы сняться у этого режиссера, Дэвида Финчера. Давай закончим наш обзор на позитивной ноте. Предлагаю посмотреть комедию «Смешанные чувства». Главные герои, совершенно противоположные друг другу, встречаются в больнице. И после испытания электрошоком они начинают чувствовать друг друга. Давайте посмотрим, что же им пришлось пережить. Доктор, все в порядке? Из космоса преступников виднее. Снимки со спутника помогли краевым полицейским задержать черного лесоруба. По фото стражи порядка вычислили места в тайге, где незаконно заготавливали древесину. Как оказалось, 38-летний предприниматель более полугода рубил деревья редких хвойных пород. Город Ровосет наломал дров на миллион триста тысяч. Именно так оценило ущерб государство. Ну и к самому приятному. Сегодня мы разыграем сертификат от службы доставки японской кухни «Краб-креветка» на сумму 500 рублей. Его мы отдадим тому, кто прямо сейчас зайдет в нашу группу во Вконтакте и первым, извиняюсь, верно, ответит на вопрос. Поскольку сегодня четверг, день кинопремьер, то и вопрос будет связан с фильмами. Итак, на съемках какого фильма был сделан вот этот снимок? Ответы принимаем в течение часа, а итоги менее чем через час в 19.30. Друзья, на этом у меня все. Любите друг друга, чаще улыбайтесь. Увидимся менее чем через час в 19.30. Пока-пока. Спонсор прогноза погоды – Центр по лечению волос и кожи головы АМД «Лаборатория». Телефон 22-33-202. 3 октября в городе Красноярске переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, днем плюс 11. Редактор субтитров А.Семкин